Губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев в ходе рабочей встречи обсудил с министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрием Кобылкиным этапы реализации национального проекта «Экология» и показатели 2019 года в регионе. В настоящее время в Свердловской области разработано 7 региональных проектов, включающих 23 целевых показателя. Объем финансирования региональной составляющей с федерального и областного бюджетов в 2019 году – 296 миллионов рублей. С учетом того, что в Артемовском городском округе по сути нет вредных предприятий, которые бы оказывали значительное негативное воздействие на окружающую среду, экологическая ситуация в муниципалитете должна складываться сугубо благоприятная. И вроде бы мусорные контейнеры появились, и вроде бы к этой теме на всех уровнях проявляется особое внимание. Вроде бы. Но по факту, что мы имеем? Жителей Булнаша, которые много лет требуют закрытия и рекультивации полигона для ТКО, который уже разросся до границ поселка и в буквальном смысле отравляет жизнь местного населения. Вместо этого туда начали везти мусор еще из соседних районов, главы которых заботятся о своих территориях и принимают решения, исходя из интересов тамошних жителей. Кроме того, если взглянуть на вопрос шире, можно прийти к неутешительным выводам. Мусор, который свозят на свалку, никто не сортирует. Среди него могут быть реально опасные отходы, которые при разложении попадают в воздух и почву, а следовательно и в грунтовые воды. Нужно понимать, что наши очистные сооружения, даже если бы и они работали в полном соответствии с требованиями, просто не рассчитаны на фильтрацию множества опасных химических элементов, которые содержатся в обычном бытовом мусоре. Все это негативно влияет на человеческое здоровье, приводя к тяжелейшим последствиям. Особенно это касается пожилых людей и детей, причем даже не родившихся, поскольку вредные вещества накапливаются в организмах их матерей. Проблема глобальная. Буланаш – второй по размерам населенный пункт муниципалитета. Но есть и другие, также непосредственно связанные с разнообразными отходами. Как пример, ситуация со сливом канализационных вод и содержимого выгребных ям, которые попадают прямо в наши водоемы и грунтовые воды. Мы не один раз фиксировали данные факты, что подтверждают снятые кадры. Однако дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Наказывать водителей осенизационных машин – полумера. Частники берут пример с коммунальщиков, которые действуют по той схеме, которая утверждена начальством. Вполне возможно, что и по своей инициативе. Но где тогда контроль? Почему ответственность, которую в редких случаях несут чиновники и ответственные организации, даже близко не равна тому вреду, который наносится природе и людям? Да и сами люди нередко поневоле становятся виновниками появления мусорных залежей. Посмотрите на места, куда артемовцы традиционно выходят на пикники. Впрочем, как и на леса рядом с населенными пунктами, везде мусор. Впрочем, полностью возлагать вину на людей не стоит. Даже прибрав за собой, они не имеют возможности этот самый мусор выбросить в досягаемой доступности. До ближайших контейнеров нужно еще дойти. На выходе из лесов их не наблюдается, зато наблюдаются свалки. А ведь основная часть этого мусора – пластик, который разлагается сотни лет. А стекло, по отдельным данным, и вовсе в природе не разлагается. Не раз говорилось о необходимости введения раздельного сбора мусора. Даже если половина населения проявит сознательность, результат будет налицо. Ну а если за сдачу пластика будут еще и приплачивать, пусть и скромные деньги, наши улицы, парки, берега и окрестные леса будут тщательно вычищены теми, кого мы называем асоциальными элементами. Сейчас в сфере их интересов лишь алюминиевые банки и канализационные люки, которые у нас воруют с завидной регулярностью. Хуже того, воруют могильные оградки, а это уже ни в какие ворота. Отдельная тема, которая напрямую связана с экологическим балансом – незаконное действие черных лесорубов, которые наносят прямой ущерб и, по некоторым данным, нередко являются виновниками масштабных лесных пожаров, вроде тех, что бушуют сразу в нескольких регионах России. Все эти проблемы вместе требуют решения, ведь выполнение задачи по повышению продолжительности жизни населения, которую поставил президент, просто невозможно в условиях, когда люди употребляют в пищу некачественную воду, едят продукты, выращенные на отравленной почве и дышат воздухом, пропитанным смрадом со свалки. Странно, что пока на уровне региона и федерации обсуждают вопросы экологии и ищут пути решения возникших проблем, наши местные чиновники довольствуются лишь отчетами о количестве установленных контейнеров, закрывая глаза на ситуацию в целом.